Это рубрика «Глава о главном». Сегодня мы переходим в новый формат. Формат прямого эфира, прямого диалога главы города и горожан. У нас сегодня в гостях Ольга Александровна Идеева. Здравствуйте, Ольга Александровна. Добрый вечер. Итак, впервые мы переходим вот в такой формат. Раньше это были понедельничные отчеты, в записи короткие, но сегодня мы переходим на формат большого интервью. И мы сегодня поговорим на тему благоустройства, об итогах года формирования программы комфортной городской среды, об общественном транспорте и о подготовке к Новому году. Просьба наших телезрителей ориентироваться по этим трем направлениям и принимаем звонки по этим трем позициям. Итак, начнем с итогов программы формирования комфортной городской среды. Самые главные достижения за год, какие бы вы отметили? У нас в этом году было программой предусмотрено благоустройство 16 дворовых территорий в рамках 29 многоквартирных домов. Это порядка где-то 6 тысяч человек. То есть вот такой хороший у нас был взят объем. Благоустройство было и проводилось, скажем так, были отданы предпочтения тем территориям, которые объединяют сразу несколько домов. Тем более и большая проезжая часть, большая тротуарная часть. Вот таких микрорайончиков, небольших микрорайончиков у нас было несколько, где включают 5, 4 дома. И получилось так, что у нас в этом году поменялось софинансирование. И тем не менее все-таки жители отреагировали на продолжение этой программы, которая у нас рассчитана на 5 лет. Первый год мы начали в 2017. Финансирование было больше. В этом году меньше финансирование. Потом, естественно, мы взяли и меньше благоустраивали дворовых территорий. Но тем не менее все-таки 16 таких полновесных двора мы взяли, которые были у нас и благоустраивались по той же программе с минимальным перечнем и с дополнительным перечнем. По минимальному перечню, как всегда, у нас была асфальтировка проезжей части, тротуара в минимальном перечне, лавочки, освещение и урны. То есть вот это был минимальный перечень, по которому было софинансирование 3%. Все, что ходило в дополнительный перечень, это у нас площадки детская, спортивная площадка и ограждение около наших полисадников. То есть это уже брали софинансирование где-то порядка 5% вот в этой программе. И все, что касалось благоустройства парковок и озеленений, это было уже 50%. То есть и тем не менее жители города соглашались на это софинансирование в связи с тем, что если это был большой двор, большой дом, то это были порядка от нескольких сот рублей до полутора тысяч. То есть в принципе это устраивало жителей, потому что многие говорили, что такого благоустройства не было там 50 лет. То есть уже и асфальтировка пришла в совершеннейшую негодность, а что говорить, например, о детской спортивной площадке, то ее вообще никогда не было. В лучшем случае это было какое-то бревнышко, какая-то качелька, которые действительно уже устарели. В этом случае благоустройство, конечно же, оно подразумевает хороший асфальт, хороший тротуар. Мы, например, по адресу Михалькова, это в Юревце, Михалькова 11 и 13, столкнулись с тем, что у нас вместо асфальта были большие плиты. Эти большие плиты, естественно, со временем пришли в негодность, уже торчала арматура, уже невозможно было людям там с колясками пройти. А что говорить, например, о пожилом населении, когда можно было в любой момент там споткнуться и упасть. То есть в этом случае все-таки мы взяли эту территорию и администрация, значит, как пробный этот адрес взяли на благоустройство, потому что у нас уже было продолжение этой темы по проспекту строителей. То есть взяли и действительно положили хороший асфальт и на проспекте строителей. Но самое главное, сейчас в течение трех лет подрядная организация берет на себя гарантийные обязательства. И если весной мы увидим и жители этих микрорайонов увидят, что есть какие-то недоделки, есть какие-то изъяны, то, естественно, будут привлечены опять подрядчики для того, чтобы они исправили вот эти свои ошибки. То, что касается благоустройства общественных пространств, то в этом году у нас тоже был взят хороший такой список. Вот было потрачено где-то порядка 22 миллионов по комфортной городской среде, а остальное добавляли из нашей городской программы. И замечательно сделали скверы, благоустроили скверы. Это комиссаровский пруд. То есть, ну, я так думаю, что не было ни одного жителя города Владимира, кто бы туда не захотел, кто бы туда не приехал. Особенно с детьми. Потому что площадка, которая там есть, и тот пруд, который действительно радует наличием еще и уток, которые думали, что они улетят, когда вот благоустраивали. Вот, нет, они прилетели еще в большем количестве. Я знаю, что даже есть жители Нижнедуброва, которые специально едут посмотреть туда, насколько красиво стало там вокруг. Да, потому что мы неоднократно туда выходили и с депутатами городского совета, и с администрацией, и с общественниками выходили. Посмотреть, что, ну, действительно, какая территория, как она благоустроена и востребована ли она. И вот лето было прекрасным, и поэтому оно позволяло гулять тут до позднего вечера. И жители многие говорили спасибо, что действительно у нас вот таких площадок немного. То же самое происходило и на сквер Гоголя, то есть на Никитской. То есть там тоже все-все жители говорили, у нас теперь есть возможность вот в своем микрорайоне получить вот такую замечательную площадку, где с детьми можно поиграть и в уединение там посидеть, книгу почитать, тем более, что как бы навевает вот сквер Гоголя, навевает определенные мысли и настроения. Вот то, что отремонтировали сквер в микрорайоне Энергетик, то есть там тоже туда вот не доходили руки, и все-таки вот присоединенную территорию взяли. Это наш город Владимир, который тоже надо вот держать на контроле, и действительно нужно вот и такие территории нам обязательно брать, потому что там немало жителей живет. У нас есть звонок в прямом эфире, здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, это беспокоит жительница дома в Добром, Суворово-11, у нас ТСЖ-133. Мы два года подряд подавали заявку в программу формирования комфортной среды, и два года не нашли себя в списках тех, кому повезло. Ольга Александровна, есть ли смысл вообще, вот я знаю, скоро, наверное, опять будет объявлен прием заявок, есть ли смысл участвовать в этой программе, какие средства, ну, возможно, будут выделены? Спасибо за звонок. Да, спасибо большое. Я считаю, что обязательно нужно участвовать в этой программе. И когда вот жители, многие обращаются, даже удивительно, два года уже существует эта программа, а они приходят и говорят, а мы не знаем, куда идти, мы не знаем, что делать. Хотя везде, по-моему, во всех газетах, во всех теле, во всех программах идут эти отчеты наши, и везде можно посмотреть, даже в городской газете Владимира ТМИ, там обязательно есть информация об этом. Конечно, подавать заявку нужно, потому что если не было в прошлом году, в этом году, это не значит, что не включили, потому что у нас на сегодняшний момент 310 заявок, 170 – это повторные заявки, а из них, если мы в прошлом году отремонтировали 60 дворов, в этом году мы отремонтировали 29 дворов, то очередь-то она все равно идет. Единственное, что здесь необходимо посмотреть, например, что главное является в отборе этого адреса. Например, есть ли там социальные объекты рядом, включает ли этот двор действительно несколько многоквартирных домов. То есть это вот как бы первично для того, чтобы мы отобрали, например, адрес. Посмотрите опять-таки убитые дороги, наличие детской площадки. То есть вот когда все эти критерии сойдутся, обязательно этот адрес будет включен. Но опять-таки решает общественная комиссия. То есть будем выходить по этому адресу, заявка есть, значит мы будем отбирать и смотреть уже, чтобы действительно, тем более кто у нас участвует уже не первый год, я думаю, что мы будем рассматривать и обязательно оценки поставим. То есть какие-то баллы, то, что уже в третий раз будет участвовать этот двор, я думаю, что у него есть все шансы попасть. Ольга Александровна, а по каким причинам можете отказать в устройстве программы? Ну, если, например, подает один дом, хотя рядом есть еще несколько домов, мы каждый раз предлагаем, мы говорим, объединитесь между собой, тогда и участок будет больше, где можно будет поставить и детскую, и спортивную площадку. Это же выигрышно. И тем более, если эти площадки берутся на баланс, значит тем самым это распределяется на все три дома. Не один дом будет нести эту нагрузку, а все три дома будут нести нагрузку по содержанию этой площадки. И финансовую нагрузку, да? Проще же собраться все вместе. Конечно, конечно. Так эта финансовая нагрузка, она и по асфальтировке на всех будет распределяться. То есть это всегда выгодно, я думаю, что если большим таким, большой семьей вступить в эту программу, будет всегда лучше. По опыту общения с горожанами, какие прежде всего критерии комфортной среды они выдвигают на первый план? Ну, на первый план, конечно же, выдвигают дороги. Дороги и тротуары. То есть вот первых две таких самых-самых главных задачи, которые они перед собой ставят. Потому что дороги действительно убитые, которые дворы берем, дороги те, которые действительно давно уже напрашивались на этот ремонт. Ну и слава богу, что у нас есть эта программа, которая позволяет сейчас федеральным финансированием, областным финансированием и нам, местным финансированием, участвовать вот в этой программе. Поэтому пока есть такая возможность финансирования от наших московских друзей, от области. Вот я думаю, что надо использовать эти шансы. Каковы перспективы работы программы в следующем году? Можно ли сегодня говорить уже, насколько будет больше или меньше финансирования по сравнению с этим годом? Ну, я хочу сказать, что нам обещали, что финансирование будет больше. В каком объеме больше, мы пока не знаем. Даже вот сегодня утром, когда у нас было заседание комитета в Совете народных депутатов, мы задавали этот вопрос в департамент ЖКХ. Нам сказали, да, в ближайшее время цифры будут до вас доведены. Для того, чтобы нам понимать, действительно, какие критерии отбора, потому что они меняются каждый год. Какое софинансирование будет для того, чтобы мы, жители, могли как бы заранее оповестить, чтобы они уже собирали собрание, чтобы они уже планировали со своим финансированием. Чтобы они уже, может быть, где-то там в головах продумывали, какой будет дизайн вот этого проекта. То есть, где они хотят поставить у себя скамейки, где они хотят поставить площадки. То есть, это все проговаривается на встречах с людьми. Обязательно управляющие компании участвуют в помощи для того, чтобы собрать собрание, проговорить это все. Они как бы их ведут, помогают собрать документы. Но это немаловажно. И то, что мы постоянно с жителями говорим, пожалуйста, вы контролируете, вы смотрите, вы не давайте там успокаиваться вашим управляющим компаниям, потому что вам обязательно надо войти в эту программу. И районные администрации тоже говорят, ну вы помогите, подскажите им для того, чтобы они действительно поучаствовали в этой программе. А что касается мест общегородского назначения, какие планы в следующем году по формированию красивого и комфортного города Владимира? Вы знаете, программы, планов много. Опять все зависит от финансирования. Ну, пресловутые финансирования, вот его не назовешь пресловутым, потому что от него зависит конкретно, сколько мы возьмем территорий. Какие территории? Потому что у каждой территории, естественно, будет своя сметная документация, вот сколько там средств запросят наши проектировщики. Опять-таки и на проект нужно какие-то средства выделять. Вот, но как бы хотелось нам, и то, что у нас было уже предложено в прошлом году, когда у нас все жители участвовали в этом голосовании, для того, чтобы нам, ну скажем так, поставить в очередность, какие мы территории будем первично рассматривать, какие потом. И вот у нас уже было и сквер Чайковского, мы уже рассматривали эту территорию. И сквер в Лесном, и сквер в Ортруде, и сквер в Юрьевце. То есть у нас много территорий, которые мы бы хотели взять в ремонт. И сквер в центре города, в историческом ядре, когда мы рассматривали с вами первично, когда нам показывала КБ Стрелка, показывала вот эту красивую картинку. Это девическая, это вторая Никольская. Вот, все это рядом, и все это действительно картинки красиво. Хватит ли у нас финансирования? Это вопрос, как проголосуют жители, захотят они брать эту территорию, или они захотят отремонтировать другую. То есть это тоже немаловажно. Вот, недавно возникло предложение, вот, отремонтировать, чтобы у нас появился еще один спортивный сквер в районе нашего Ледового дворца. Там большая территория, которая как бы напрашивается, чтобы там появились и какие-то теннисные корты, вот, и появились другие спортивные площадки, воркаут, хотелось бы, чтобы там был. Потому что, опять-таки, большая территория, которая, ну, востребована и востребована молодежью. Я думаю, что это тоже немаловажно, что и должны появляться у нас такие спортивные большие скверы. Много возникает вопросов по реконструкции парка Добросейский. Уже есть и конкретные проекты. Как будет работа вестись в этом направлении? Ну, проект... Долгожданный такой объект для города. Да, то есть выделено в этом году, были выделены средства на проект. Сейчас, к концу года, этот проект будет готов. Естественно, мы его рассматриваем. И параллельно готовим проект на смертную документацию, для того, чтобы мы понимали, в какие средства мы впишемся. Потому что у нас по финансированию из областного бюджета есть еще такая статья, как финансирование города Владимира, как столицы, губернии. То есть нам выделяется еще дополнительные 55 миллионов. То есть вот опять мы хотим рассмотреть еще и это финансирование для того, чтобы включить его в те наши пожелания, желания, как и жители города Владимира, для того, чтобы обустроить комфортную городскую среду. Если мы все обсудили с вами по формированию комфортной городской среды, то самое время перейти к важному вопросу, к общественному транспорту. В этом году вот такая разблансировка произошла всей той транспортной логистике, к которой мы уже привыкли, привыкли горожане, что все работает как часы, все вовремя, все могут уехать в любую точку города. Вот сегодня ситуация совершенно иная. К нам бесконечно звонят все наши телезрители с просьбой, дайте информацию, скажите, когда это все закончится и наладится ли вообще жизнь нашей транспортной системы. Надо верить, что она, конечно же, наладится, тем более, что сейчас и руководство города озадачено тем, что много поступает жалоб, но хотя в последнее время их стало меньше, потому что вот этот накал все-таки удалось снять и снимать в связи с тем, что все-таки и на приемах эти вопросы решаются, и то, что действительно и пишут люди, и звонят люди, какие-то вопросы сразу одновременно снимаются. Но, как говорят, что, скажем так, для каждого человека мы все равно отдельный автобус не направим. То есть это все-таки такая работа, которая зависит от пассажиропотока. То есть сейчас управление, оно как раз и мониторит, на какой пассажиропоток направить, может быть, дополнительные транспортные средства. Тем более, что сейчас объявлено и голосование, и горячие линии есть у нас на сайте города Владимира. То есть все направлено на то, чтобы действительно каждый замечал и каждый свое пожелание направлял для того, чтобы вот это все суммировать и в какой-то момент действительно поправить. Вот то, что касается, например, будут ли дополнительные какие-то маршруты появляться, будут ли дополнительные автобусы у нас в ближайшее время. Вот неоднократно уже писали, что у нас АДМ покупает еще 50 дополнительных автобусов. А это значит, что какие-то автобусы будут распределены по каким-то маршрутам для того, чтобы действительно где-то и поработать с интервалом движения. Сократить его. Да, тем более, что впереди у нас зима, и нужно об этом думать, что если есть какие-то нарекания, то пускаем там дополнительный автобус или каким-то образом там перестраиваем для того, чтобы действительно люди на остановках не мерзли. Если у нас появляется где-то большой пассажиропоток, который автобусы не справляются, значит сейчас вот рассматривают, например, тему, где неоднократно уже называли эту тему, что из энергетика, из Юрьевца вот невозможно уехать, например, по улице Горького. Улица Горького и Мира, тот автобус, который был снят, 21С, который пустили сейчас по тракторной и по ракатке. То есть вот сейчас идет голосование, вот идет голосование вот этих двух ветвей, которые у нас уезжают из энергетика, из Юрьевца, все-таки что более востребовано. Или это маршрут по тракторной, или это маршрут по Горького. Вот сейчас, скажем так, они приблизительно на уровне где-то 50, там 47, вот 53, там 40, ну да, вот в этих цифрах. То есть приблизительно вот оно все равно где-то гуляет 50 на 50, то есть и в этом случае администрация, они взяли ответственность на себя, что они обязательно, вот посмотрев пассажиропоток, узнав вот эти пожелания, они перенаправят или оставят. Все зависит, скажем так, от пожеланий. Вот пока есть время, то есть кто еще не проголосовал, вот есть вариант проголосовать за ту или другую ветку. Вот, пустить сразу обе ветки, тогда получится, что где-то у нас идет пересечение, перекликание вот этих двух веток. И не будет такого пассажиропотока для того, чтобы у нас в накладе не остался наш перевозчик. То есть его задача-то выполнить основное, это он должен перевозить людей. Но еще и эта перевозка ему должна все-таки принести какой-то капитал для того, чтобы он мог купить новый транспорт. Или же поработать, скажем так, в другом направлении в своем развитии. Вот, что касается, например, сейчас появится у нас эта тема, как автоматическая оплата за проезд. То есть вот много разных... Это реальность, конечно. Вот, много, скажем так, разных тем, которые вот в этой теме у нас работают как раз вот транспортники. Поэтому все, что касается транспорта, если есть какие-то, какое-то нарекание. Вот уже неоднократно говорили о том, что если, например, человек долго стоит на остановке, вот, он может позвонить по горячей линии, сказать, стоял на этой остановке, значит, ждал такой-то автобус, такое-то время. То есть каждый раз там у нас наше управление транспорта, они могут посмотреть, что действительно ли этот автобус, там стоит главнас, действительно ли этот автобус был на месте или он ехал в каком-то другом направлении. То есть это все высчитывается, это все проверяется, это все смотрится и таким образом, то есть корректируется работа наших перевозчиков. Их всего у нас 4, ну 5, скажем так, потому что Тимофеев у нас еще Патис. Вот, то есть мы, в принципе, имеем возможность, скажем так, контролировать и корректировать вот в любое время работу наших перевозчиков. Телефон горячей линии уже активно работает и все наши горожане могут задать свои вопросы. Вот сейчас по опыту уже достаточно большого промежутка времени, что чаще всего заботит наших горожан относительно общественного транспорта? С чем обращаются? Обращаются с тем, что долго приходится стоять ждать, обращаются с тем, что в автобус не войдешь, потому что он уже был заполнен на предыдущей остановке. Это особенно касается вот конечных остановок, например, если это у Буревестника или это, например, Тысяча одна мелочь, или это энергетика с Юрьевцем. Потому что есть конечные остановки, которые охватывают сразу большое количество жителей вот этого микрорайона. Поэтому вот именно интервал, это именно вот, скажем так, автобус не станет резиновым, поэтому, скажем так, мы сдвоенные автобусы пустили как раз в том направлении. Но иногда получается, что у нас М7 нам, скажем так, рушат все наши планы, потому что из-за этого, получается, пробки, аварии. И много автобусов встает вот в такие пробки именно там по утрам или по вечерам, когда у нас основной пик пассажир-перевозок. Прямо сейчас мы объявляем небольшой перерыв. У нас блок коммерческой информации, после чего мы вернемся в студию с прямым эфиром. Мы возвращаемся в студию. У нас в гостях Ольга Александровна Деева. Глава о главном сегодня рассказывает нашим горожанам. Мы поговорили о программе формирования комфортной городской среды. Вы остановились на транспорте, еще вот немножко, да, эту тему затронем, да. Давайте поговорим о валидаторах. 15 ноября у нас состоялся конкурс. В этом конкурсе победила компания Владикарт, которая будет разрабатывать, которая будет внедрять эту систему автоматизированной оплаты проезда в общественном транспорте. То есть это реально. То есть если мы год назад говорили об этом, что это вот еще надо подумать, надо поразмышлять, вот, тем не менее, сейчас вот это будет у нас как раз и внедряться после Нового года. И вот как раз Владикарт, это компания, которая должны будут поставить, установить, вернее, где-то порядка 350 валидаторов в нашем городском транспорте. Где-то порядка 100 пунктов они должны будут обустроить для того, чтобы это не вновь, скажем так, построены какие-то киоски. Они договариваются и с почтой, они договариваются и с другими киосками, которые возьмут на себя вот такую процедуру выполнять. То есть будут выдаваться персональные транспортные карты, неперсональные транспортные карты. Если кто-то, например, приехал из другого города, он имеет возможность в этом пункте приобрести такую карту. Можно будет оплачивать и банковской картой, если она бесконтактная. То есть у многих уже такие карты есть. Будут еще льготные транспортные карты, которые вот определенная категория людей будет претендовать именно на льготу по проезду. Но, в принципе, это те же категории, которые у нас были и ранее. Вот что касается, значит, работы валидаторов. То есть все мы понимаем, что валидатор, он может устанавливаться как на стойке, там в автобусе их может быть там три, может быть два, может быть один. А может быть это в руках у кондуктора. То есть при посадке в общественный транспорт, естественно, кондуктор говорит, оплачивайте свой проезд. И каждый, имея вот с собой или транспортную карту, которая может пополняться, то есть месяц закончился, ее надо пополнить, вот, и можно оплачивать ей. Или же можно оставить, ну, как всегда мы привыкли оплачивать за свой проезд наличными деньгами. То есть это все возможно, любой вариант возможен. То есть приемлемый для человека, как ему удобнее. Вот, и мы посмотрим там в течение двух месяцев, как лучше, как удобнее, что оставить, что там заменить. То есть, ну, фантастика, она, конечно, далеко не фантастика, но тем не менее, мы сейчас, скажем так, используем новые техники, новые технологии. И надо их внедрять в жизнь, и жизнь не стоит на месте. То есть пока это будет работать в тестовом режиме, отрабатываться эта система? Да, это будет отрабатываться пока транспорт, Владимир пассажир транса, потом это, естественно, будет переходить на другие, вот, другие перевозчики. Потом в дальнейшем, это возможно, мы перейдем на терминалы. То есть, ну, в принципе, эта тема настолько уже в других регионах отработана, то есть нам только осталось включить ту тему, которая, скажем так, будет приемлема для города Владимир. У нас есть звонок телезрителя. Здравствуйте, добро пожаловать в эфир. Здравствуйте. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Алло. Да-да-да, говорите. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да-да-да, говорите, пожалуйста. Простите, у меня такой вопрос в главе города. Водит устройство для подсчета об оплате проезда в общественном транспорте. А скажите, это будет связано с удорожанием проезда в общественном транспорте? Да, потому что этого вопроса не было, я его не осветила. Спасибо большое за вопрос. Удорожания не будет. То есть на сегодняшний день у нас в автобусе проезд стоит 22 рубля, в троллейбусе 21 рубль. То есть эта цифра у нас пока остается. То есть билеты у нас по этой цене будут приобретаться в течение следующего года. То есть цена пока зафиксирована. Да, цена зафиксирована. Ну и плавно подходим к Новому году. Самая хорошая. Да, самая хорошая тема. Город начинает преображаться. Мы уже увидели, как центр города преобразился. Но это еще не все. Давайте подробнее об этом поговорим. Да, действительно, это еще не все. Потому что каждый год хочется, чтобы это было ярче, это было волшебнее, сказочнее. И каждый год нас радуют различными программами и действительно убранством нашего города. И каждый год действительно появляется что-то новое, что-то интересное. И как правильно они заметили, что у нас действительно это пока еще не все. И может быть еще многое нам предстоит увидеть. Тем более, что вот эти конструкции, которых сейчас вот в большом количестве можно приобрести, естественно, не хватает финансирования. И настолько это все красиво. Вот все эти светодиодные конструкции, которые появляются, они добавляют настроение. Они заставляют наших детей визжать от восторга. То есть это уже действительно погружение в какую-то определенную сказку. И то, что у нас центр города сейчас под таким звездным небом. То, что у нас появилась вот на театральной площади появилась вот эта маска, танцующие елочки. Вот у нас убрали сейчас из центра вот этот фонтан, который там был тоже светодиодный. Но он у нас скоро появится в другом месте. И мы его увидим на Лыбецкой магистрали. То есть вот мы меняем дислокацию. И будет очень интересно посмотреть, как это все будет выглядеть. Значит, у нас появляется на площади Фрунзе конструкция. У нас появились конструкции на холме Луначарского. Вот новая конструкция 2019 года с игрушками. У нас подсветятся рыбки, которые вот недавно у нас появились тоже на Лыбецкой магистрали. Вот у нас елки в каждом микрорайоне появятся. И будут определенные программы под каждую вот елку, под каждое вот событие будут определенные программы, которые будут называться там магия дня и ночи, например, на Соборной площади. Магия света – это на театральной площади. Вот и на площади Победы это будет тоже определенная-определенная программа. То есть везде-везде будут, конечно же, выступать наши замечательные городские артисты, которые будут показывать нам сказочные представления. То, что у нас каток заработает обязательно. А в Липках? Нет, каток у нас будет на Пушкинском бульваре. А в Липках у нас с вами будет ярмарка. То есть там же будут выставлены опять наши эти домики, где имеются возможности сувениры приобрести. Действительно, какие-то там пряники купить. И горячие какие-то блюда попробовать. Появится обязательно парк аттракционов, которые будут у нас работать все каникулы. Ну, кстати, ярмарка у нас открывается 21 декабря. То есть будет тоже это все приурочено с определенными праздниками. Обязательно подведут итоги конкурса на лучшие поздравления Деду Морозу. Это 22 декабря. То есть вот такие, скажем так, хорошие такие семейные праздники, они уже вот начнут с 20-х числах нас радовать и радовать наших гостей города Владимира. Тем более, что своим праздником город Владимир попал в топ-10 самых-самых лучших рождественских праздников. То есть впереди нас Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород. И вдруг Владимир. На фоне миллионников. Да, да, да. То есть это вот немаловажно, потому что для нас это действительно является таким призом, потому что мы заинтересованы в том, что больше было у нас и туристов, которые к нам в город Владимир, любят приезжать. И нам есть что и показать. После статуса новогодней столицы уже снижать планку просто не получается. Нет, нельзя. И обязательно у нас будут задействованы и наши пешеходные зоны на Георгиевской, на Спасском холме. Обязательно появятся вот эти новые объекты, красивые, яркие. Появится огромный шар, тоже подарок от Сбербанка. То есть, ну вот, все построено таким образом, чтобы мы привлекли гостей сюда побольше, в город Владимир. У нас с вами последний эфир в этом году. Время подводить итоги своей работы, личного роста. Вот что бы вы отметили за этот год важные достижения в преобразовании города? Ну, я считаю, что это немаловажное такое достижение, когда у нас действительно сейчас мы вовлекли жителей города в городскую работу. То есть, мы им предложили, давайте участвовать вместе. Мы им сказали, давайте, вот городская среда, вот общественное пространство. Давайте смотреть, планировать вместе, сообща. Это здорово, замечательно. Когда жители имеют возможность сказать нам, а вот вы видите, вот здесь надо вот как бы доделать, потому что здесь вот не все нам нравится. А если им не нравится, тогда мы обязаны просто это сделать, поправить. Вот. И то, что они сейчас обустраивают свою территорию и выходят вот в общественное пространство. И обязательно говорят, что здесь вот вы, да, погорячились, а вот это все замечательно и здорово. И когда со словами благодарности подходит, ну, это, наверное, есть основная оценка их своей работы, я считаю. Вот на этом моменте мы и должны сказать Ольге Александровне спасибо. Спасибо за то, что решили выйти вот в такой формат, формат прямого эфира. Это действительно тоже один из важных пунктов роста нашей программы «Главы о главном». Я надеюсь, в следующем году мы продолжим следовать этому формату, будем встречаться с нашими горожанами и телезрителями здесь, в прямом эфире, раз в месяц в этой студии. Спасибо большое. Спасибо вам. До новых встреч.